Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, отгремела последняя трансляция Blitzmasters Противостояния и у меня подкопились немножко золотые монетки, которые сейчас с вами потратим на рулетку на моем основном аккаунте. Ну а что касается второго аккаунта, то там мы по привычке откроем контейнеры, потому что рулетка на том аккаунте меня не интересует абсолютно. По тому, что я могу себе позволить. Я могу себе позволить сделать прокрут за 200 и за 250, потратив 450 голды, ну и еще у меня останется немножко золотых монет, которые мне по большому счету деть будет просто некуда. Ну вот такая вот математика получается и я не считаю, что эта математика правильная. Здесь есть вероятность получения контейнеров, из которых возможно вы что-то получите, ну а скорее всего не заберете ничего. Как и большинство игроков и это меня лично как игрока очень сильно удручает. 4 дня трансляции для того, чтобы попытать своей удачи. Хотел бы попытать удачи, крутил бы рулетку за голду. За два своих прокрута, как вы видите, я получаю контейнер с анимированным аватаром, который мне в принципе абсолютно не нужен и получаю себе внешний вид. Я прокрутил практически всю рулетку и как вы видите на два последних прокрута у меня как раз и припали основные награды. А именно 5 контейнеров и 15 контейнеров. Вот такая вот лабуда получается. Оставшиеся 80 монет просто оставлю для того, чтобы их списали, потому что деть их все равно некуда. Не знаю, может разработчики что-то придумали и добавят каким-то образом еще игрокам этих монет, дадут возможность их как-то получить. Но я в этом очень сильно сомневаюсь, но просто хотя бы не исходя из того, что логика в этом как таковая отсутствует. Переходим на другой мой аккаунт, попытаемся там за эти же монеты открыть конты. Может повезет как-то немножко больше. Перед тем, как откроем с вами контейнеры, хочу поделиться своим мнением. Я лично считаю, что все это реально просто ужас какой-то. Я не понимаю разработчиков, зачем необходимо было настолько сильно все усложнять и почему нельзя было сделать как-то немножко попроще. Либо просто дать награды ребятам, которые смотрели прямые трансляции, либо в конце концов сделать эту рулетку не на какие-то контейнеры болельщика, из которых может быть где-то что-то как-то будет выпадать. Хотя мне лично даже вот эти вот части танков не выпадали. Поэтому я и говорю, что это действительно ужас и кошмар. Да по большому счету в эту рулетку можно было запихнуть, допустим, хотя бы какие-нибудь контейнеры типа. Собери их все один контейнер, один контейнер мега контейнер, да, то есть каким-то образом разнообразить все это. А не положить сюда кастомизацию, еще раз кастомизацию, всего лишь 4000 свободного опыта и два раза, ну честно говоря, как издевательство по 50 тысяч серебром. Да, два раза по 50 тысяч серебром можно получить на любой восьмерке, играя и за две победы вполне спокойно собрать себе 100 тысяч этой серы. Ладно, бог с ним, как сделали, так сделали. Говорят, халяве в рот не смотрят, и я по большей части с этим согласен. У меня есть 500 монет, а это 5 контейнеров. И это лучше, чем крутить рулетку, потому что там, как вы видели, 5 контейнеров мне не выпало. А здесь, ребят, я их 100% открою. Окей, хорошо, за сертификаты спасибо, то же самое касается задни прем-аккаунта, это действительно выгодно, вопросов нет. Вот здесь ничего ценного для себя не нахожу, ну просто потому что разговаривать не о чем. 25 тысяч кредитов действительно прикольно, по-моему 29 тысяч кредитов выпадает из контейнера первого уровня, выполняя каждый день боевые задачи. Ну да ладно, едем дальше, следующий контейнер, это уже третий на нашем счету. Как видите, мне даже части танков не падают, хотя я контейнеры покупаю. А теперь представьте себе, что крутите рулетку и получаете эти контейнеры из нее. Короче говоря, не знаю, как-то вообще ни о чем. Все, на этом, в принципе, ребят, до свидания, дальше открыть не могу, потому что монеты закончились. И это мой опыт. Ребят, напишите, пожалуйста, о своем опыте открытия данных контейнеров, про круто рулеток, особенно, ребят, отзовитесь те, которым хоть что-то из этого всего выпало. Я хочу верить в то, что есть все-таки зрители, которые смотрели эти трансляции не просто так, не просто ради удовлетворения, а еще и смогли себе чего-нибудь с этого получить. В конце концов, если разработчики дают награды за просмотр каких-либо трансляций, то, наверное, эти награды люди должны получать. Ну, это логично. В конце концов, можно тогда было бы просто награды не обещать. Ну ладно, не будем особо углубляться в это. Я пошел снимать следующее видео специально для вас, а вы, если за честность автора на его канале и абсолютно непредвзятое мнение по поводу всего, что в игре происходит, обязательно подписывайтесь на этот канал, потому что нам с вами однозначно по пути. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.